Всем привет! Снова, как всегда, с вами я, Дизерзир, и сегодня снова игра Assassin's Creed. На данный момент я продолжаю гулять по Абстерго, потому что заняться пока особо нечем. Нашел тут двери доступа третьего левела, возможно, будут двери доступа четвертого левела. Ну точно. Вот, да, даже она сказала, что точно будут. И нашел вот еще одну запись, кстати, только что случайно. Да, мы покоряемся и признаем, что мы и есть таковые орудия. И цель наша та, что вам подобает орудия. Мы покоряемся, ибо мы молоты лебедки и лопаты, созданные для определенной цели, придуманной не нами. Мы покоряемся в том, что цель наша неотделима от воли тех, кто пришел раньше. А мы покоряемся до конца всем телом и всей душой. Ну, видимо, я так думаю, что надо считать их в определенном порядке. Ну, то есть от первого до последнего файла. Вот. Как там тесты? Отлично. Нам удалось сохранить постоянный трафик в 5 гигов в секунду. Круто. 5 гигов в секунду, это, блин, это круто. Хороший трафик, я вам скажу. Где бы такой? Ладно, пойдем к себе в офис. Нет, к руководству не будем. Это еще руководство нам по шее даст. Так вот, непонятно, почему 15-й этаж там. Хотя, например, сейчас это второй этаж, да, то есть там первый. Ладно, не важно. Это через широкополосные сети. Широкополосная? Широкополосная сеть. Ладно. Так, возобновитесь. Покинуть вернуться. Так. Мы будем возобновлять. Зачем нам покидать анимус? Я к нему специально пришел, чтобы все это дело возобновить. Ну что ж, пойдем тогда к миссии. Потому что, насколько я понял, предыдущая серия, возможно, вам не очень понравилась. Значит, мы будем перемещаться сюда. Тем более, что, если что, обратно уж мы переместиться сможем. Корабли перевозят груз самых разных видов, металл, дерево и ткань. Нужно использовать для улучшения своего корабля. Сахар, ром имеет большую стоимость, поэтому их лучше продавать. Теперь отпускаем штурвал. И идем в каюту капитана. Тут же мы продаем. Протажа грузов. Чего-то как-то дешево. Хотя всего 25. Сахар. Ром. Мне просто интересно, сколько ткани будет стоить. 3000, отказаться. Кстати, мало даже. 600. Тоже, наверное, мало. Ну да, 2000, все. А вот, нечто, афеи. Неплохо, я скажу. Ну, нужно для дротиков и прочего. Хотя, довольно дорого. Громкий звук получился. Так, а что можно купить? Внешний вид я не буду пока делать. Для корпуса нам нужно 500. Дерево и 200 железа. У нас этого нет, но это сделать можно. Ну, а еще нам нужно 15 тысяч. Этого у меня на данный момент нет. Что у нас? Тяжелые ядра. Зажигательные снаряды я ими не пользуюсь. Водолазный колокол. Пока не пользуюсь. Отсеки для тяжелых ядер. Отсеки для экипажа. В принципе, кстати, можно отсеки для экипажа купить, но... Особого смысла не вижу. Тут даже не знаю. Ну, наверное, пока не буду покупать. Да. Ой. Посмотрим, кстати, что у нас еще есть для нас самих. Клинки. Можно купить саблеццо. Даже не купить, они у нас есть. От таллицких клинок красиво выглядит, кстати. Пара тесаков. Обычные тесаки для разделки туш. Прикольно. И при этом можно купить некоторые другие виды орудий. Например, вот такие. Но... Хоть и по урону довольно большие, зато по скорости меньше. Осталось смертельное и опасное оружие. Столь ценимое пиратами и приватирами от Барбадоса до Бастона. До Бастона. Ну, или Бастона. Я не знаю. По-разному он называется. Причем, по-моему, французский, по-моему, еще и Бастон. Клинки с пистолетами. Ух ты ж. Круто. Хочу такой. И он, кстати, вы видите, какой скорость, комп удар, урон. Прям. Шотландский. Вот самый последний, который можно купить, это вот это, по-моему. Вот эти уже приобретаются после прохождения испытаний, обнаружения трех общих сокровищ. И после выполнения всех контрактов, и, да, все остальные у нас есть. Почу возьмем тогда вот эти вот. Одну из. Я думаю, что талецкие клинки возьмем. Раз они нам предлагают их взять. Обычные кремниевые. Эти используются. Испанских офицеров. Представляется съемным дулом. Отличить поражающую цель на земле. Кремниевые. Кремниевые пистолеты капитана. После выполнения всех морских контрактов. После проходения испытаний сообщества. Я вот думаю, купить, наверное, вот эти пистолеты. А их нельзя купить, им можно только посмотреть. Окей. Конора, Эдсо, Альтаира. Этварда Легенды. Ну, я думаю, следующий костюм, который я буду носить, это будет, скорее всего... Идем там. Вот этот. Буду пытаться его собрать в ближайшее время. В ближайшие серии. Для этого мне нужно всего-то исследовать все стеллы с Майя. Это будет не так легко. Ну, ладно. Стол на стере хорошие есть сабельки. Капитан! Та-дам! Поймать ветер! Так, поплыли. Хороший бузончик идет на фоне. А тем временем нам... Сюда. Форт не форт, но... У нас САУ теперь относительно наше место. Команда очень важна при абортаже. Вылечивайте ее численность, чтобы захватить даже самые большие суда. Команду можно вербовать в тавернах или помогая другим пиратам. А еще можно, например, их подбирать из моря. Это я сам увидел интересный момент, да? Как так. А еще, кстати, во время захвата корабля. На САУ по гамме январь 1618. Еще? Флип с Ромом. Да где в этом городе взять свежие яйца? Здесь только моча и жуки. Ну, мы это исправим. Милая дама, как вас зовут? Энн, когда трезвы, кокеткой когда пьяны, дамой никогда. Хе-хе, что ж, милая Энн, только... Чушь собачья! Слышишь меня? Чушь! Это лишь уловка. Они хотят напасть на Насау. Вот увидишь. Не уловка, Вейн. Сам слышал от жирного бермудского капитана. Помилование каждому пирату, кто захочет. Здесь ясно одно. Англичане вернутся на Насау и наверняка с оружием. Нам нужен план. Идем, Кенвей. Скверное дело. И что же за дело? Мистер Черная Брада. Поскольку других идей нет, предлагаю затаиться. Пока что никого не грабим. Ни к чему дергать короля за хвост. По мне так можно этот хвост и оторвать к чертям, Бен. Ты передумаешь, когда он пришлет сюда своих солдат, чтобы перебить всех нас. Оглядись! Этот нужник стоит смерти? Да. Это наша республика. Наша идея. Земля свободных. Забыл? Да, грязновато тут. Но разве за идею не стоит сражаться? Уже не знаю. Смотрю на то, чего мы добились за эти годы. И вижу лишь болезни, праздность и глупость. Стало быть, точь в точь, как на улицах Лондона, верно? Тэч прав, друг. Если подумать, нам здесь не так уж плохо. Куда ни глянь, повсюду веселье, ром и солнце. Да, со стороны Насау хороший город. Но в сердце его отвратительная болезнь. Болезнь можно вылечить. Нужно лишь верное лекарство. Да, но труп нельзя оживить. Что за вздор ты несешь? Ушам своим не верю. Может, ты и помилование примешь? Не ссорьтесь вы оба. Если действует сообща, решим все проблемы. Найдем лекарство, чтобы облегчить страдания. Но только тихо. Ну, в общем, как-то так. Для начала неплохо. А я попробую сейчас схватить эту музыку. Для моей души. Жопная музыка. Все, обламывают мне ребята. Прыги давай, че. Держу пари, ближайший доктор обосновался в Гаванне. Туда я точно не ходу. На затонувших два года назад испанских кораблях должно быть лекарство. В склянках. Чтобы нырнуть, нужен колокол. Да, но золото у нас есть. Так что водолазный колокол мы добудем. Что ж, такой план я поддержу. Найти лекарство, не заварив кашу. Согласен, Тэч. Да, идет. Увидимся на месте крушения, Кенуэй. Да без проблем. Ты помни, Тэч. Пушки должны молчать. Заткнись, Бен. Так, все. Теперь еще нам надо вернуться на свой собственный корабль. Нужно с него начать путешествие с затонувшим испанским кораблем. Как-то так. Но сколько всего мы могли бы найти, будь на галке, колокол? Это верно. Ну да, пойду куплю. Так. Водолазный колокол, оно, конечно, хорошо. Один только вопрос. Союзник. Окей. Ладно. Видимо, придется разобраться наверх, потому что я нифига не вижу место, где можно купить. Теперь вижу, нет, все, не придется. Да, хочу провести с тобой бизнес. Так. Так. Боеприпасы. Заполнить. Подтвердить. Мортирные ядра, кстати, расходуются. Нет, отказаться все равно их. Даже могу продать их. Все, надо. Так. Так, лучше не галки. Водолазный колокол. Подтвердить. Это огромный. Это огромный стальной колокол вмещает большое количество воздуха, позволяя водолазам достигать глубины. Свои деньги. Теперь нам показали карту. Санагнасио. Санагнасио. Это обломки. Так, отсюда как-нибудь убраться можно? Потратьте 50 тысяч. Круто. Я потратил, а возместить никто не этих возместит. Нет. Вот возмещать всегда никто не хочет. Так, сундуки на САУ 5 из 22. По-моему, с этих лодок можно спокойно уплыть, нет? Да. Отлично. Ну и начало миссии. Капитану руля. Миссия называется. Неизвестно как. Выйти в море. Там нас союзники ждут. Ну и, собственно говоря. Куда мы поплывем? Поплывем мы, наверное, за кораблем наших друзей. Ну что ж. Так вот все отлично. Жалко же, здесь нельзя покупать, скажем так, корабль новый какой-нибудь. Ха-ха-ха. пока плывем путь нам осталось осталось довольно много я скажу осталось быть по прямой хорошо кораблик на качается на море прям кайф врывается в море шторм круто не знаю нравится мне эта игра мне нравятся морские тематики лично для меня все-таки с ассасином они не прогадали тем временем пока все еще плывем осталось уже примерно километр к сожалению на корабле под карты у нас нету вайфая это печально но зато я вижу кажись корабль черной бороды и затонувший колокол с не подплываем подплыли мы к его кораблю якорь мне в глотку течь отличная галера 32 пушки на 40 я сбился повезло тебе друг но удалось найти тут лекарства в этом месте ничего увы но вон там пока еще не было никого кроме крабов да кораллов я взгляну эдвард это вы боже правый как малавист индия а бонат не ожидал вас тут увидеть месяц назад я встретился с господином тачем и он взял меня под свою рею так сказать велел мне поописаться сперва чтоб стать пиратом что желаю удачи черная борода наставит вас на путь истиной далеко ему конечно до пирата итак обломки кораблей теперь вы можете использовать водолазный колокол в свою помощь можно подобрать добраться до особенных мест под водой такие как обломки кораблей пещеры и следовать их подплыть к таким местам нажмите с удержите как там ну понятно чтобы каждый парус наполнился ветром давай красотка расправь крылья подходим поближе смотрите там что то запускаем колокол как пустить водолазный колокол держите чтобы пустить водолазный колокол ага в общем мне нужно быстро исследовать все что здесь есть потому что и кислородов и на самом деле и так ты много хотя нет все отлично ой медуза это больно так пособираем немножко так соберите сокровище я думаю я успею собрать и сокровище и скорее всего еще подышать как бы мне проплыть внутрь так наверно есть это проход ага вот он взаимодействию по идее времени хватит по идее времени хватит ну это прикольно то что они придумали ну лекарства мы добыли таки а вот кислорода у нас осталось не так то и много это немножко опасно ну что ж поплывем дальше что тут у нас кстати есть интересно и это сверху да видим это сверху в любом случае я не ожидал что мне придется плавать под воду прям вот так вот надолго ух ты цепи-цепи-цепи течения ух мама моя женщина почему я не могу повернуть лицо повернулся по месту ух ты ж мать надо быть аккуратными надо быть аккуратными совсем не хотелось бы чтобы меня акула сожрала нет сволота несчастная как было сказано в обломках либо в водорослях я спрятался в обломках а вот хрен называется спрятавшийся молодец опять же опять же спрятался а теперь за оставшееся время мне надо как-то доплыть обратно до колокола про спирт обновление впор как в до 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 Вроде бы собрал все и... Ау-у-у-у-у! А ну, пошла вон! Фу! взаимодействовать держите чтобы вернуться на корабль отлично блин ну это опасно я вам скажу нырять туда повезло я нашел один ящик разогнав стаю акул увы эликсир внутри испорчен голод и мор черт может лекарство просто украсть помни о помиловании печь нельзя а все этот хорни голд стал слишком горд чтобы звать себя пиратом а он просто осторожничает все дело в том как себя поставить дурация на потеху убедишь лишь дураков а будешь дьяволом тебе покоряться все и им станешь ты на публике да весь мир театр напугай свою жертву создай жуткий образ из лихорадочного бреда и все рухнут на колени моля своего бога о пощаде боже не дурно еще бы если придумаешь тихий способ достать лекарства скажи иначе я займусь этим сам черт я таки попался в зубы акулы миссия мне в итоге понравилась на четверочку вполне себе всем спасибо за внимание с вами был как всегда дезертир надеюсь вам тоже все понравилось всем пока удачи спасибо спасибо